Итак, рассмотрим некоторые институциональные особенности демократии и вообще влияние институтов демократии. И попробуем проанализировать наиболее важные такие признаки. Прежде всего, этот анализ будет отличаться от некого рассмотрения демократии как вершины цивилизации и как таких религиозных аргументов в пользу некого в духе Чешева, что все остальные политические режимы намного хуже. На самом деле, это спорный вопрос, мало кто сравнивал. Если говорить с точки зрения институтов, институционального подхода, то есть три проблемы. Ключевые. Во-первых, это какие возможности предоставляет демократический режим. Это, так скажем, диапазон социальных возможностей. И возможные стратегии индивидуальных и коллективных действий. Одной из ключевых проблем институционального анализа и вообще направления этой науки является анализ проблем безбилетника, то есть анализ социальных дилемм. В свою очередь, это связано с отношениями между индивидуальной рациональностью и коллективной рациональностью. И также некоторые, вот, рассмотрим провалы демократии, то есть некоторые внутренние достатки этого политического режима и возможные, какие возможны последствия. Так, если говорить о социальных возможностях, то это некие распространенные в обществе представления об оптимальном способе что-либо сделать. И эти возможности довольно сильно отличаются от господствующих институтов и вообще от неких локальных институтов. Например, вот есть то, что социологи называют тотальным институтом. Скажем, места заключения, больницы какие-то психиатрические, какие-то закрытые военные лагеря. И там, в этих вот тотальных институтах, возможность реализовать свои потребности, она, в общем, существенно отличается от ситуаций, где есть возможность выбора из некого социального творчества. Но даже там, где этих возможностей больше, то всегда возникает проблема, что делать с теми, кто не справляется. Что делать вот с социальными аутсайдерами или с какими-то меньшинствами, которые как-то вот не хотят ассимилироваться или не хотят как-то встраиваться в существующую систему. И в этом смысле в социуме должны существовать какие-то некие обходные пути. Потому что слишком жесткая система, как в традиционном обществе, она не позволяет. Вот таким людям она не дает им никаких шансов. То есть они обычно просто покидают здесь свою территорию. Но здесь возникает другая проблема позитивной дискриминации, когда вот, например, в Соединенных Штатах представителям неких этнических хитерасово-групп им дают слишком большие блага и в общем уже не нужно стремиться, не нужно работать. Более того, те, кто на самом деле работают, они получают, но они вынуждены платить налоги. В свое время в Соединенных Штатах была такая популярная общественная дискуссия по поводу королевы социальных пособий. То есть вот республиканцы приводили примерник у женщин, которая получала какое-то огромное количество разных социальных пособий. Правда, потом вроде бы были расследования, что это фейк, но так или иначе существует проблема в том, что многие люди, получающие социальные пособия, не стремятся дальше вернуться на работу. Сейчас идут дискуссии по поводу введения в Европу гарантированного дохода. Например, вот Финляндия обсуждает в последнее время, и тоже существует очень много критических замечаний, что если будет введен обязательно такой гарантированный доход, то люди перестанут работать. Пока неизвестно, перестанут ли люди работать или нет. Но в любом случае, вот сама проблема, она существует. В Швейцарии, как известно, были референдумы по поводу обязательного дохода, и люди проголосовали против, потому что не готовы платить тем, кто вообще оказывается работать. Вот это тесно связано с той проблемой, которую называют в институциональном подходе, ну и в других неких науках, не только в институциональной экономике. Проблема безбилетника, или вот проблема некого безразличия по отношению к участию. Ведь проблема безбилетника, она состоит в том, что человек пользуется неким благом, при этом ничего у него не платит. И, в общем, возникает вопрос, что делать, поскольку навязать систему контроля слишком сложно, слишком дорого, и можно просто позволить этому человеку пользоваться благом. Но если слишком много безбилетников, как в случае с пригородными электричками, то компания будет терять большие деньги, потеряет стимул проводить модернизацию, в конечном счете пострадают все. Нужно учитывать, что проблема безбилетника, она в целом, так сказать, направляется некими вот такими эгоистическими побуждениями человека, которые в целом считаются в капиталистической экономике достаточно положительным качеством. Быть эгоистом, в общем, неплохо, особенно если можно достигать максимальной выгоды при минимальных усилиях. На языке, на научном языке, это называется оптимумом социального поведения. И вот это то самое поведение, к которому, в принципе, стремятся люди. Ну, тут обычно проблем безбилетника спрашивают, пытаются справиться по-разному, но один из наиболее простых способов, собственно говоря, это обучение. То есть людей надо как-то обучить, чтобы они были более социально ориентированы. И, собственно, вот это так же проблема обучения в свое время ставил Советский Союз. Как-то вот пытаться создать нового коммунистического человека посредством пропаганды и обучения, но получается это не очень хорошо. И особая, вот, особая сложность в демократических режимах как раз таки возникает в том, что, так сказать, даже не оправдать, а обосновать вот естественность демократии не так просто, потому что, ну, естественно, развитие, как говорю, Гоббс, это вот война всех против всех, или это может быть какое-то авторитарное устройство, которое в историческом отношении господствовало на большую часть человеческой истории. Ну и, кроме того, вот идеология, пропаганда, они плохо работают, потому что во многих ситуациях, потому что возникает вот эффект, который в социальной психологии называют недостаточным оправданием. Внешнее побуждение не интернализируется, то есть человек будет слушать, пока ему говорят, особенно если ему заплатят, то он будет действовать так, как нужно, но дальше поведение человека вернется в прежнюю точку, просто на пустырь. И все, и вот, собственно, так во многом происходило в 90-е годы, когда общественные организации и многие получали какие-то деньги, потом финансирование прекратилось, и, в общем, популярность вот этих демократических идей резко пошла на спад. выяснилось, что как бы бесплатно уже как-то вот не готовы работать гражданское общество. И, ну, есть также проблема неоднородности социальных предпочтений, и оно связано с тем, что, в принципе, ну, как бы вот люди стремятся реализовать свои цели, какие-то свои устремления, но вот поскольку их предпочтения разные, все-таки они не идентичны, то существует, ну, некая возможность того, что некоторые права будут обменены на более важные. Например, для человека могут быть более важные экономические права, там, защита от безработицы, например, или наличие жилья гарантированного, да, и вот как-то очень редко людям дают выборы, то есть вот гарантированное жилье, например, и отсутствие выборов, либо наличие выборов и отсутствие жилья, ну, или там ипотека на 30 лет, что было практически то же самое. И когда мы анализируем пакетные предпочтения людей, то очень часто выбор оказывается другим, чем если мы анализируем вот отдельно по каждому, по каждому, по каждому элементу. существует также некая неопределенность, связанная с будущими какими-то изменениями. И понятное дело, что если для одного человека некоторые права не особенно важны, для другого нет, он является менее чувствительным. И в этом экономическом отношении он может выиграть. То есть вот эта вот зона безразличия, в которой он находится, она позволяет манипулировать, то есть она позволяет как-то вот использовать вот эти права. Например, ну, если, скажем, человек не верит в избирательные процедуры, то он может просто продавать свое избирательное право, например, за какую-то материальную помощь. И в общем экономическом он будет получать больше, чем тот, кто верит в избирательные процедуры, кто будет ходить на каждый выбор. поэтому здесь вот нет какой-то такой вот оптимальной стратегии. Особенно если, скажем, некая группа недостаточно верить в демократический процедур, то она может просто шантажировать тех, кто, ну, как-то стремится больше в этом участвовать. То есть может продавать свои голоса, по сути. Поскольку будущее неопределенное, то вот вот эту невозможность просчитать все варианты называют завесой невежества. И как указывают институционалисты, эволюция институциональной структуры никогда не достигает состояния равновесия. Речь идет о том, что в социуме идут постоянные изменения. и постоянно на то одни институты становятся более эффективными, то другие. Например, вот ситуация, когда была пандемия, очевидно, что институты, которые, скажем, в Китае, которые более авторитарные, которые позволяют быстрее передавать информацию, они стали более эффективными, поскольку ну вот это позволило как-то ограничить количество жертв. В европейские страны, которые считаются демократическими, длительное время шли дискуссии по поводу того, стоит ли или не стоит вводить жесткие ограничения, а если стоит, то когда их нужно отменить. И в общем, мы видим, как поведение эффективное в одной институциональной среде перестает быть эффективным в другой. Но поскольку невозможно предсказать, какое именно поведение будет эффективным и как изменится институциональная среда, то желательно, чтобы в социуме были вот разные варианты, разные стратегии, реагирования, чтобы были разные институты. И тогда социум может в принципе приготовиться к любому вызову, то есть он может как-то реагировать на критические какие-то ситуации, на спокойные ситуации. То есть вот чем больше разнообразия, в принципе, тем лучше. Это, собственно, социальные возможности, также сильно, например, биологические. институты, институты, они очень обладают такую качество, которое называется трансмиссиабельность. То есть их можно так или иначе передавать. Если какой-то институт является эффективным, то его дальше начинают передавать заимствовать других. Например, вот одним из первых в мире Министерства культуры появилось в Советском Союзе. И в общем, сама задумка была настолько как бы в принципе настолько полезная, что дальше скажем, Франция создала вот такой же институт по образцу Советского Союза. Очень много было заимствований российской МЧС. Другие организации смотрели на российскую МЧС и пытались создать нечто то же самое. смысл заключается в том, что любая ассоциальная группа стремится как-то выжить, она стремится заимствовать те правила, которые наиболее эффективны. И если группа выбирает завидно неэффективные правила, то в общем она проигрывает. Поэтому здесь всегда есть выбор между тем, чтобы позволить эксперименты и тем, чтобы как-то обеспечить общую устойчивость. речь идет о необходимости некой функциональной автономии. То есть нужно ли позволять в системе правил прибегать к исключениям и в каких случаях она необходима. и если система начинает становиться абсолютно автономной, начинает работать сама на себя, то в какой момент и как ее нужно ограничивать. и здесь есть конечно проблема злоупотребления исключениями и проблема злоупотребления институциональной гибкостью. То есть демократия в конечном счете сводится к проблеме контроля. Кто и как будет определять в каких ситуациях демократические процедуры неприемлемы. И когда можно принести какие-то демократии некие тактические блага ради стратегического преимущества. очевидно что пандемия это наиболее яркий пример когда ограничивается силы реактора ради выживания. Но есть много ситуаций где не настолько четкие и не яркие как пандемия например вопрос экономического развития нужно ли ограничить какие-то демократические процедуры для того чтобы ускорить экономическое развитие или нет или какие-то военные вопросы. В общем эти вопросы они остаются значительно себе без ответа то есть каждая конкретная ситуация решается по-разному но вот если мы посмотрим на историю и на то как в 18 веке возникало гражданское общество то нужно ответить отметить что речь шла о достаточно таких утилитарных вещах например во времена французской революции просто властям было нужно как-то усилить мобилизационный потенциал то есть создать массовую армию а люди гораздо лучше набирались в армию если их власть восприняла как граждан которые отвечают за эту территорию которые тоже обладают некоторой властью и в результате в общем французская революция позволяла впервые в истории набирать массовые армии то есть в данном случае выход к демократическим процедурам был таким результатом торга когда государство получает некий дополнительный источник ресурсов а общество получает возможность управления и в этом смысле усиление мобилизационного потенциала требует государства определенных благ и свобод но когда у этих благ государства нет и свобод то в общем происходит обратно некая деградация демократии и политической культуры но собственно нечто похожее было также во время американской революции победа Соединенных Штатов над Англией была значительной степени связана с тем что американцы могли мобилизовать больше просто больше людей под вот обещания под возможности их их соучастия ну и соответствующим образом вот и если не удавалось это сделать то массовая армия массово разбегалась и ну собственно это происходило с империями в годы первой мировой войны мало кто был готов сражаться за императора но республики того времени например Франция они в общем выиграли они показали что по сравнению с Австрией Пруссией ну и в России они показали что французы готовы выдерживать длительные войны и готовы и они как-то чувствуют войну скорее ну воспринимают войну какую-то свою войну в России это восприятие не было со Второй мировой войной с Великой Отечественной немножко ситуация изменилась но так отдельно еще можно рассмотреть такую сложность с исследованием демократии связанной с идеологизацией исследований то есть сама по себе постановка вопроса она часто вызывает критику либо там справа либо слева связанную с тем что ну вот работы не вкладывается там не вписывается в какой-то идеологический трафарет и тогда то что не подходит называется политкорректным там точнее сказать не политкорректным ну и и как-то не учитывается ну в общем хотя предпринималось много попыток создать так сказать либеральную науку пока еще наука является неким позитивистским направлением и в общем представители всех политических сил могут спокойно заниматься научными исследованиями